здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала я вас всех приветствую сейчас будет расклад и тема будет называться так что он скрывает давайте посмотрим что он от вас скрывает что он вам не договаривает не показывает загадайте своего мужчину представьте его очень хорошо какой он что мы себя представляет как он выглядит загадали почувствовать очень хорошо его это расклад общий с одним вариантом если он будет резонировать смотрите вы до конца если не резонирует смотреть вообще не надо и так что он от вас скрывает кто ваш мужчина кто он сейчас с кем является еще вот смотрите как интересно здесь мужчина находится трехугольники но в трехугольнике знаете как он у него есть семья у него есть женщина есть и есть еще одна какая-то женщина но находится как будто далеко и он ее почему-то любит здесь мужчина находится в трехугольнике но трехугольник не классический где он и туда бегает и сюда бегать туда бегать да нет он за одной живет а другой мечтает и думает ему скучно сейчас на данный момент потому что тоскливо холодно он наверное на данный момент находится или дома он работает дома или же он где-то в офисе у себя на работе смотрите как четко здесь тоже видно вот человек за окном да ну девочка за окном дождь идет до дождь идет вот сейчас там где он находится действительно есть дождь или мелкий снег или дождь крапает и он сидит и знаете вот такая вот какая-то ностальгия по-прошлому о том что уже все прошлое не вернуть ты лето тоже не вернуешь ты тоже уже осень не вернешь потому что уже близится зима уже новый год уже зима год-то заканчивается и у него уже такое состояние души когда я должен что-то отпустить я должен что-то похоронить я должен что-то да вот карта десятка мечей я должен что-то уже оставить в покое не вас не вспоминать и забыть сюда а он не может он не может забыть ничего прошлое не может он амнезию получить не может понимаете кирпичом по голове здесь мужчина находится воспоминаниях о прошлом да потому что здесь любовь здесь гложет его любовь огромная большая с большими буквами любовь и чтобы совсем как бы с ума не сойти окончательно мужчина уходит в работу он работает с утра до вечера потому что его работа немножко успокаивает работа его успокаивает вот есть люди которые занимать могут прекрасно заниматься монотонным трудом вот абсолютно вот моя мама у меня мама очень творческая личность она она прекрасно вяжет прекрасно шьет вышивает это монотонный труд ты сидишь и часами это все делаешь я иногда думаю я всегда говорю мам как ты вот этим можем заниматься потому что я я пыталась и вязать то мне мне хочется знаете взять вот эти все спицы переломать я хочу быстрый результат а это монотонный труд а мама говорит а я нервы так успокаиваю я думаю о чем-то я вспоминаю о чем-то я анализирую и меня это успокаивает вот здесь такое ощущение как будто человек занимается сейчас тоже каким-то монотонным трудом он не идет на быстрый быстрый успех быстрый результат давай быстрее 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 да здесь мужчина что-то дед может быть он сидит и пишет 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 или он на заводе сейчас там что-то делает вот этот монотонный труд или он сидит я не знаю сейчас может быть у кого-то там в машине да он едет 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 вот эти вот педали этот руль да это тоже как вот это все нужно делать же да то есть он сейчас успокаивается тем что он работает и он вспоминает о вас потому что от вас он не может переключиться вы у него 24 часа в сутки находитесь в голове понимаете и работа его успокаивает вот это сейчас единственная его работа это его отдушина где он может что-то писать он может что-то чертить решать и в то же время вы у него крутитесь голове он прокручивает вас как свою любовь как свою женщину где я допустил ошибки она мне что сказала а я и что сказал последний раз как мы с ней поговорили во сколько это было сколько это было по времени и понимать вам прокручивает да вот 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 эти все моменты он прокручивает потому что я не знаю он что-то еще до сих пор пытается понять для себя он осознал что на вас любит он понимает что он без вас не может он уже четко знать что вы его женщина вы его любовь вы 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 все с вами связано с вами связано ему очень тяжело понимаете ему с вами очень тяжело и он для себя понимать неужели я должен ее забыть неужели я должен ее отпустить почему 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 меня так судьба наказывает неужели я так гадки неужели я так сильно провинился все же ошибаются в жизни все ошибаются но им же дают шансы на восстановление отношений их же как-то понимают а почему мне так тяжело почему эта женщина со мной так поступает тяжело неужели она меня не любит она же любит меня но почему она со мной так поступает понимаете здесь мужчина прокручивает вот эту ситуацию постоянно для себя он сам себе психолог он так не хочет понимаете закапывать до хранить память о вас отношения с вами так не хочет и вот эти вот между вами практически сейчас ничего нету вы не общаетесь не видитесь все я уже не знаю просто как давно но вот эта память о вас с прошлого ему так это нравится он вспоминает как вы с ней там встречались и сидели в кафе как вы там может быть и женились или там разводились и да он это все вспоминает так ему так приятно и он сейчас выполняя вот этот монотонный труд о котором я говорила дача и который делает что-то он вот в мыслях своих прокручат в находит своих мыслях вот это вот вот здесь вот такой тип мужчины понимаете сейчас идет давайте посмотрим дальше это я сказал для того чтобы вы до себя понимали насколько четко вы смотрите своего мужчину то что я сейчас сказала если вы считаете что это неправильно не смотрите дальше это они это не ваш мужчина давайте посмотрим что он от вас скрывает вот что он сейчас пытается или скрыть или уже скрывает от вас что еще еще что он от вас скрывает еще вот смотрите у этого мужчина очень сильный характер вот первую карту который я сказала что он от вас скрывает и здесь идет королева жезлов он от вас скрывает женщину эта женщина карьеристка темпераментная может быть знак зодиак овен лев стрелец или же относящийся к этой же характеристики да по огненному знаку по огненному значению женщина знает что она хочет очень властная очень себя любивая высокие амбиции женщина постоянно работает может быть эта женщина работает вместе с ним может быть на этой женщине он женат может быть с этой женщиной он встречается эта женщина будет может быть его мама может быть его сестра и его соседка к этой женщины он имел отношение прямое потому что он к ней ездил здесь может быть как и рабочий план да то есть он приезжает на работу и там у него там леночка или танечка да по соседству работают и он ее постоянно видит а там такая вообще кроля до барышня потрясающе красивая властная не все и он влип здесь такой момент может быть также он во от вас скрывает что он уже вышел из этих отношений может быть он уволился с этой работы так как здесь и карты еще императора здесь может быть мужчина что работал на госучреждение так год государственного плана высокое здание знаете типа госдума я не знаю там сбербанка газпрома или еще какой-то большой огромной больницы кредит я не знаю кащенко здесь мужчина может быть такого статуса понимаете высокого статуса и при такой работе может вариант что ну и ушел из этой работы он уехал из этого места он переехал куда-то в другое место но него была женщина он от вас ее скрывает понимаете здесь может быть такой момент и вы не знаете еще на что от вас он скрывает еще знаете что может быть до что над вас скрывает он хочет к вам приехать и он хочет это так сделать с сюрпризом чтобы вы даже не поняли что он хочет к вам приехать сюрпризом хочет но он боится боится немножко вашей реакции, что вы будете не готовы. Будете не готовы, и ему это не нравится. Если бы он 100% знал, что этот сюрприз вам понравится, он приехал бы завтра. Но так как он немножко побаивается, типа он приедет, а вы его так еще больше пошлете, потому что это неожиданность будет для вас. И вы будете к этому не готовы. Его немножко это смущает. И его тоже где-то немножко тормозит. Но да, здесь мужчина все считает просчитывает и хочет, чтобы все было сделано правильно. Что он еще от вас скрывает? Семью. Семью. Здесь мужчина женатый. Еще. И возможно пополнения будет в семье. Может быть его супруга уже беременная и ждет ребенка. Еще. Что он еще от вас скрывает? Да. Да, здесь мужчина, скорее всего, скрывает семью. Что у него есть семья. Хотя бы, да, потому что вам не делать больно. Здесь мужчина хочет и с вами тоже семью, кстати. Чтобы вы тоже были его семьей. Чтобы вы тоже родили ему ребеночка. Он это тоже хочет. С вами, кстати, он хочет заново все начать. С нуля начать. Но чтобы вы его не ругали. Чтобы вы к нему отнеслись так, знаете, ну, с пониманием каким-то, да. С каким-то пониманием. Это общий расклад. И здесь может также отыграться, например, если вы сто процентов знаете, что да вообще у него там никого нету. Нету никаких женщин. Здесь может быть такое, что мужчина скрывает, что он хочет с вами семью. И он к этому идет. Он как бы, знаете, как сказать, как по кирпичику строит вот этот домик с вами. И он многое вам, может быть, не говорит. Потому что он хочет, чтобы вы были его женой. Чтобы вы ему родили ребенка. У него есть очень большие планы. Он хочет стать на ноги. Он хочет стать успешным. Да, он хочет поменять, да. Кстати, работу. Поменять место жительства. Подняться высоко. Здесь момент такой тоже может быть. Это же общий расклад. Здесь могут быть мужчины, которые четко холостые. И у него виды только на вас. И он просто всего вам не рассказывает. А также есть здесь мужчины, у которых уже есть семья или есть другая женщина, с которой он уже хочет жениться. И вас он тоже потерять не хочет. А вас он тоже думает. Потому что у него есть сильные чувства к вам. Он с этим ничего поделать не может. У нас расклад, как называется? Что он скрывает? Вот это он скрывает, понимаете? Скрывает от вас ту, другую семью. Ну и что та, другая семья есть у нее? Вы же не знаете, как он женился на ней, да? Там может быть много причин. По залету или еще как-то. Родители женили. А вас-то он любит. К вам-то чувства он имеет. Он может приказать своему сердцу вас не любить? Нет. Нет. Это невозможно сделать. Вы можете своему сердцу приказать его не любить? Не сможете? Вот так же он не сможет. Потому что он тоже человек. Он не робот. Он не может себе приказать. Он не может на себя надавить. вас не любить и отказаться от своей семьи. Не может. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Понимаете? Что он еще от вас скрывает? Давайте посмотрим. Еще. Да, он все выбирает. Выбирает, выбирает, выбирает. Еще. Семерка мечей, видите? Мужчина находится в отношениях, но до сих пор выбирает. Карта влюбленной и семерка мечей. Он выбирает. Вот я опять же говорю, потому что он не может. Он сердцем любит вас, а живет с другой женщиной. Что он может здесь выбрать, да? Если говорить о мужчине женатым. Вот что здесь можно еще сказать? Потому что мужчина не может иначе никак поступить. Он не может на свое сердце надавить, его отрезать, не может поменять сердце с кем-то, с человеком другим. Не может. Это его сердце. Оно такое, понимаете? Еще. Еще что он от вас скрывает? Что ему тяжело в этих отношениях, в которых он находится? Да, 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 да. Да. Та женщина, с которой он живет, она слишком материалистка. Она любит только деньги. Она хочет только деньги. Вкусную, роскошную, богатую, дорогую жизнь. Понимаете? И ему очень тяжело, потому что здесь на него очень много взвалено. Он должен домой деньги нести, он должен дом построить, он должен квартиру купить, дерево посадить, сына вырастить. Понимаете, эта женщина очень много на него взвалила. Естественно, он будет думать о вас. Вы-то от него ничего такого особенного не просите. Вы же его просто любите. А это здесь уже его семья. А у нас, как обычно, жены уже, знаете, успокаиваются после брака, когда они сто процентов знают, что муж уже никуда не денется. И тут начинается. Милый, я хочу шубу. Милый, я хочу, там, каратник, бриллиант. Милый, я хочу дом. Понимаете? Все. Все. И на мужика вот это все вот это взваливается. Здесь видно? Да? Вот. Вот он тащит это все, понимаете? Вместе с ней. И поэтому мама вспоминает. Он хочет уйти, он хочет уехать от нее. Не уйти из семьи полностью. Пока. А просто оставить ее с детьми. Пусть она занимается домом. А я поехал дальше. Куда? К своей любимой, которой я мечтаю все это время. Я зарабатываю на тебя деньги. Ёк-макарек. А думай о той мадам. О моей любимой, которая находится не знаю где, на черта куличках. Я все хочу с ней быть. Я о ней думаю, мечтаю. Вот здесь такое отношение мужчины. Вот что он от вас скрывает. Вот это он скрывает, что ему сейчас тяжело. Да, он с другой женщиной, да, он женатый, так скажем, но он хочет быть с вами. Если ваш мужчина, опять же, не женатый, а это общий расклад. Я представляю, сейчас кто меня слушает. У них уже ушки, как у чебурашки. Яна, ты как так гадаешь? Девочки, это общий расклад. И все, что в ней выпадает здесь, я делю на две. На две категории. На мужчин, которые действительно женаты, на мужчин, которые не женаты. Понимаете? Ну, я не могу по-другому иначе. Мне что бы дают карты, я то и читаю. Все-таки, если вы сто процентов знаете, что ваш мужчина не имеет никаких там жен, у него вообще там никого нет, кроме папы, мамы, то я могу сказать, что здесь мужчина зарабатывает деньги для вас. Потому что он знает, насколько вы материалистка, как вы любите деньги, вкусную, шикарную, богатую жизнь. И если он не будет ничего делать для этого, вы за него замуж вообще не выйдете. Поэтому здесь мужчине как тяжело бы не было, но он зарабатывает деньги для вас. Ну, чтобы на вас жениться. У него же планы. Помните, я говорила? На неженатых мужчин планы жениться на вас. Но что он скрывает? Он скрывает, что у него очень тяжелая работа, что вы ему нелегко даетесь. Да, потому что вы, да, она пентакливая. Типа, милый, я из богатого рода, у меня папочка премьер-министр. И мамочка у меня тоже, понимаете, судья. Так что давай, ты хочешь меня взять в жены? Давай, милый, зарабатывай, крутись. И он думает, конечно, я такой бедненький, мне сейчас работать надо, заработать на нее надо, а то меня папа-мама не женит. Да, ее папа-мама меня не женит. Ну вот. Так, ладно. Что он еще скрывает? Все, давайте уже, давайте уже доделаем его уже. Что он еще скрывает? Там у нас король кубков. Еще, что он скроет? Еще. Но наблюдает, здесь мужчина наблюдает. Здесь мужчина за вами наблюдает. Девочки, он за всеми наблюдает. Женатый сейчас, неженатый. На кого вы смотрите? Здесь уже по двум вариантам мужчина за вами наблюдает. Потому что он хочет любви от вас, понимания от вас. Он хочет, чтобы вы прекратили с ним воевать, чтобы вы его приняли. Потому что он все равно считает вас, женщиной, по судьбе. Вы никуда от него не денетесь. Вы ему даны высшей силой. Он хочет с вами встреч. Он хочет, чтобы вы, наверное, были законной второй женой, так скажем. Или же законной основной женой, если он, опять же, неженатый. Он это все хочет. И он, кстати, готовится к свадьбе. Он приготавливается. Если мужчина неженатый, он приготавливается. Какая будет свадьба? Как мы эту свадьбу сделаем? Да? Потяну ли я? Потяну ли я? То есть, вот он думает об этом моменте. Если все-таки он женатый, он хочет просто праздника с вами. Потому что этого праздника у него нету сейчас на данный момент. С него жена там требует, дети кричат. Он должен, 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 должен. Он устал. А он ничего не должен. Он должен только самому себе быть счастливым. И ему, в принципе, уже ничего в этой жизни не надо. Он просто хочет любви. А любовь, это вы. Видите, какой парадокс? Это палка двух концов у него. Вот что он хочет? Любви он хочет. Все. А зачем тогда семью иметь? Вот давай интересный вопрос. Давайте я сейчас его, я сейчас посмотрю. Я просто вообще удивляюсь над вашим мужиком вот этим вот. А нафига тогда надо было заводить семью, если ты любишь ту женщину? Я вообще в шоке. Давайте посмотрим, а. Я иногда мужчин правда не понимаю. Иногда я их действительно вообще не понимаю. Потому что они делают такие движения какие-то тупые. Но тупые мягко сказано. Хорошо. Покажите мне, пожалуйста, зачем он любит одну женщину, а женился, создал семью с другой. Причины какие у него? Дайте мне. Еще. 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 Дурак. Отлично. Еще. Вот смотрите. Все очень просто, как дважды два. Старший Аркан Солнца это мужчина эгоист. Он себе выбрал ту женщину, с которой было ему удобно. Которая приняла его. Понимаете? Который. Вы его не принимали, а та женщина его приняла. И по старшему Аркану Суд она ему сказала, все, милый, женимся, давай быстрее. Быстрее. Познакомились неделю, переспали, и она ему на следующий день говорит, все, я ничего не знаю. Если не женишься на мне, я на тебя в суд подам. Или я не знаю, что я с тобой сделаю. Иди завтра, договаривайся, пиши заявление в ЗАГС, и мы женимся. Все, здесь было так сделано. Потому что вы его не приняли. Вы или долго с ним развивали отношения, пытались его узнать, его пытались переделать, воспитать и так далее, и так далее. А здесь мужчина с высокими амбициями. Если ты его принимаешь таким, как он есть, он на тебе женится. Самое главное, чтобы его любили, обожали. На тот момент он думал так. Сейчас, конечно, этого нету. С ним сейчас никто не считается. Но как обычно бывает в отношениях. Потому что у нас мужчина почему-то думает, если у него женщина сейчас все хорошо, при букетно-романтическом периоде, конфетном букетном периоде, у них... Блин. Я уже просто договариваюсь. Я сейчас добью его и успокоюсь. Просто когда мужчина у нас здесь думает, что его амбиции будут всегда услышаны, все, что он не захочет, все он получит, он будет главным героем в семье, его будут всю жизнь вот так на руках носить, как и сейчас, хрен с два. Когда стоит жениться на женщине, женщина быстро говорит, так, милый, давай, быстро на работу, давай, давай. Так, вечером придешь, здесь нужно нам шкаф забить, ой, то есть шкаф купить, здесь полочку забить, холодильник поставить, давай, там еще ребенка вывезти, нужно погулять. И он думает, о-о, я попал. Что-то я семейную жизнь не так себе видел, я думал, все будет круто и дальше. А здесь женщина думает, ага, сейчас тебе, будет тебе круче. Все, милый, ты женился, ты попал, все, на долгую счастливую жизнь. И мужик начинает вспоминать, ой, блин, у меня же там баба была, Танечка моя, с которой у меня там ничего не получилось. Блин, наверное, могло бы получиться. И он работает, да? Помните, я начинала расклад, с чего? Он пошел на работу сейчас, да, и он вспоминает ваши с ним отношения, как было все хорошо. Поняли, да? Поэтому вот вопрос, четко, конкретно, почему он женился? А потому что амбиции были круче, потому что он вам хотел доказать, милая, да, что ты там пляшешь не под мою дудку? У меня здесь есть еще одна крутая появилась, которая пляшет под мою дудку. Вот я на ней и женюсь. Вот мужик попал, женился, а теперь все равно о вас думает. Мужчина, если вы меня слышите, делайте, пожалуйста, выводы, хорошо? Потому что, если вы считаете, что вы сейчас крутые, и после брака вы тоже будете крутые, хрен с два вам. Вы никогда крутые не будете, потому что женщина – это такой народ. Она всегда знает, где, когда, да, мужчину привязать, опустить и так дальше. Поэтому здесь он женился, потому что просто было, очень просто было. Но он думал, что он будет крутой. Да, он сможет здесь обхитрить, да, дурака включить. Он планы себе нарисует по семерке чаш наполеоновские, что ему, знаете, эта женщина, как гарем ему создат, создаст, одна в трех лицах, и стирает, и убирает, и готовит. И перед ним лебезит, и бубен перед ним прыгает, бьет, да, и говорит, какой он великий, просто великий мужчина всей Руси. Оказался абсолютно не так. Он выбрал для себя простой вариант, ошибся, ошибся. Ну что, пожинает теперь, зато свои плоды. Все познается в сравнении, правда? Поэтому ваш мужчина на данный момент, работая, вот так вот работая, видно отсюда? Вообще по камере, видно. Вот он работает здесь, да, и о вас мечтает. А что ему еще делать? А что еще делать, милый? Тебя остается только вспоминать. Вот такой был расклад, я надеюсь, все поняли. Для себя что-то, да, особенно мужчины. и всем желаю всего хорошего, счастья, удачи, не допускайте ошибок, не будьте опрометчивы, не гонитесь, не бегите, дайте возможности, да, этим отношениям раскрыться, дайте возможности узнать друг друга и четко для себя определиться, ваша это женщина, ваша ли это любовь, и потом только женитесь, а не нужно здесь через свои амбиции, да, через свою гордость, через свой эгоизм опрометчиво вот так жениться, а потом работая, да, всю оставшую жизнь. Я не знаю, сколько он еще будет вспоминать вас, я не знаю, но на данный момент это видно. Всех люблю, всех обожаю, всех целую, будьте счастливы, пусть у вас будет все хорошо. Спасибо.